В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгске». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте! Новости по Выборгской муниципальной телекомпания. А также в передвижной амбулатории. Здесь есть все необходимое. Прежде чем сделать укол, врач проведет обязательный осмотр с термометрией, измерит сатурацию и артериальное давление. Возможность привиться в любое удобное время используют все больше выборжцев. Я считаю, что нужно. А лаборатория очень удобная. Не очередей ничего. Зашел и сделал прививку. Второй компонент вакцины введут через 21 день в городской поликлинике. На прививку запишут автоматически. Для того, чтобы сформировался устойчивый иммунитет, после второй вакцинации должно пройти 3-4 недели. Я считаю, нужно, наверное, это сделать. У меня соседка сделала, мне порекомендовала. По словам врачей, препарат хорошо переносится всеми возрастными группами. Если после прививки температура поднимется до 38 и держится день-два, это нормальная защитная реакция организма. Таким образом начинается формирование иммунного ответа. Конечно, вакцина не препятствует попаданию вируса в организм человека, но в случае заражения не дает развиться болезни и снижает риск тяжелых осложнений. Вакцинация – это для того, чтобы свое здоровье обеспечить, защиту. Ну, мы решили, так как здесь бесплатно, мы попробовать хотим, чтобы не болеть этим. Ведь она же такая страшная болезнь. Тем более, я уже и болела, но для того, чтобы себя обезопасить еще раз, мы решили сделать. Болезни становится меньше, но это связано, видимо, все-таки с вакцинацией. И, наверное, нужно всем это воспринять, как должно вакцинироваться и не болеть. Будьте все здоровы. Работники скорой помощи отмечают сегодня профессиональный праздник. Дату учредили по предложению президента в прошлом году. Именно 28 апреля считается днем основания службы. В этот день в Выборге из громкоговорителей звучит музыка и поздравления для медиков. Примите сердечную благодарность за ваш самоотверженный труд, профессионализм и неравнодушие. Искренне желаем работникам скорой медицинской помощи доброго здоровья, большого счастья и благополучия. Сами медики могут услышать их только из окон корид скорой помощи. Как водится свой профессиональный праздник, они отмечают на работе. Сейчас в Выборгском районе трудятся 18 бригад. Несколько врачей, фельдшеры, водителей, ну и, конечно же, диспетчеры. Именно они первыми принимают тревожные звонки и координируют всю работу службы. Таких звонков за сутки поступают около 150. Во время эпидемии гриппа или коронавируса их число увеличивается почти вдвое. На мониторе диспетчер может отследить, где в данный момент находятся машины, чтобы в экстренном случае отправить на вызов ближайшую. Все эти технологии, конечно же, упрощают работу. Но без человека здесь не обойтись. Когда началась эпидемия коронавируса, столкнулись с главной проблемой – нехваткой специалистов. Людей, в принципе, нет в таком количестве. То есть, если взять всех медиков, их не хватит рассадить на скорую помощь. А проблема, в первую очередь, столкнулись мы, что у нас все дальние транспортировки. На каждый такой вызов мы уделяли минимум 6-8 часов. То есть, это долго. Считайте, вот бригада уехала, 8 часов и нет. Это не тот вирус гриппа когда-то. Много вызовов, но все-таки приехал, полечил, уехал. Приехал, полечил, уехал. А здесь это один больной – 8 часов. А количество вызовов, оно не падает, оно только нарастает. А есть еще экстренные вызовы, на которые надо выезжать быстро. Александр Утятников работает врачом на скорой помощи уже больше 20 лет. Такое решение он принял сразу после института и не пожалел об этом. Признается, что бывает тяжело, но ему нравится помогать людям. Нравится тем, что оказываешь помощь людям, нуждающимся. И таких вызовов очень много. Ну и с другой – романтика. Постоянно едешь и не знаешь, куда едешь. Едешь на одно, приезжаешь – совсем другое. Работникам скорой помощи часто приходится принимать незамедлительные и, что немаловажно, верные решения. Права на ошибку нет. От них зависят человеческие жизни. В их чемоданчиках, кажется, есть все на любой случай. В машинах, кстати, тоже. Каждая машина оснащена по последнему слову техники. Здесь есть аппарат ЭКГ, реанимационные комплекты для взрослых и детей, термоносилки, аппарат ИВЛ и автоматический дефибриллятор. В свой праздник работники скорой помощи принимали поздравления. О важности и значимости профессии говорить излишне. Так же, как и о заслугах медиков. За нелегкий труд и преданность делу медработники получили благодарственные письма. Поздравить их лично приехал глава Выборгского района Дмитрий Никулин. Разрешите мне, во-первых, от всех жителей, от депутатов, от администрации поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Действительно, говоря о вас, это отдельная каста, потому что вы первые приходите. Когда плохо и когда вы помогаете, вы знаете, мы помним об этом. В 2020 году медики вышли на передовую в борьбе с коронавирусом. Они показали свою самоотверженность и профессионализм. Работали в красной зоне, не спали ночами и делали все для того, чтобы оказать первую медицинскую помощь тем, кому она нужна. Анастасия Покатилова, Андрей Неробов, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город». 3000 георгиевских ленточек раздали в Выборге и за один вечер волонтеры Дома молодежи. Всероссийская акция в 16 раз стартовала в России в преддверии Дня Победы. Главная ценность данной акции, говорят организаторы, заключается в том, что она помогает сберечь связь поколений. Если уходить в историю, то георгиевская ленточка появилась при Екатерине II. Она была создана для ордена, который вручали офицерам за храбрость, проявленную в войнах, и мужество. Сейчас ленточка призвана сохранить память о тех, кто воевал в те годы, те, кто отстояли землю и нашу Родину. Великий праздник! Спасибо! Георгиевские ленточки раздавали на Красной площади с напоминанием о том, что это символ дань памяти погибшим героям. И отношение к нему должно быть соответствующим. Лучше всего носить ленту на одежде на левой стороне груди, возле сердца. Крепить ее к сумке, ремню или автомобильному зеркалу некорректно. Акция «Георгиевская ленточка» будет проходить в городе вплоть до Дня Победы. 3 мая, 5 мая и 9 мая непосредственно на четырех точках. То есть всю информацию можно узнать в Доме молодежи. Там подробнее написано, в какой день, в какой точке, в какое время. 9 мая «Георгиевская ленточка» будет проходить здесь, на Красной площади. И в парке имени Ленина, а также чуть позже, в 11.30, она переместится на площадь Выборгских полков. Выборгцам этот символ Победы напоминает о мужестве предков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. Вместе с «Георгиевской лентой» подрастающему поколению важно передавать и знания об истории нашей страны. Мужество и стойкость наших героев для меня лично. Это что-то, о чем мы никогда не должны забывать. Пусть там они не содержат полной информации о том, что было, но они должны быть. Они должны быть, чтобы люди задумались, чтобы люди изучали и своими какими-то путями доходили до правды. За нас люди воевали, ой, мурашки даже потекли. Большой праздник Победы, что мы живем, живем, дети, внуки, все нас живут. За нас люди боролись, страдали. Поздравляем всех с великим праздником Победы нашей Родины. 1 апреля в Выборге начались весенние субботники. За это время собрано и вывезено более 400 кубометров мусора. Жители с удовольствием наводят порядок в городе, а администрация помогает с инвентарем, мешками и перчатками. В уборке активное участие принимали местные власти, депутаты, представители малого и среднего бизнеса. Учреждения, организации, частные лица активно участвуют, ведут уборку и на городских территориях, и на пустырях, ни за кем не закреплены, на придомовых территориях. И очень даже здорово у нас город очищается. И я думаю, что мы к лету придем в хорошем, красивом состоянии. Отметим, что мешки с мусором, собранным на придомовых территориях, обязана вывозить управляющая компания. Мы, конечно, где можем, на видных местах забираем и мешки, и кучи, и ветки. Но я говорю, что объем у нас очень большой. Мы очень просим жителей не собирать все до последнего листика. Идет ухудшение почвенного слоя, потому что мы ежегодно вывозим листву в большом количестве. Ну и от этого страдают и газоны, и деревья. А мы вновь напомним, что администрация объявила конкурс по уборке придомовых территорий для управляющих компаний и ТСЖ. Победители получат денежные премии, которые можно будет направить на благоустройство. Лидеров определят в трех номинациях. За лучшую организацию субботников, за вовлечение в уборку жителей и за фотосессию с целью пропаганды участия в субботниках, размещенную в выборских интернет-сообществах. Обязательное условие для всех участников – размещение в интернете отчета о проделанной работе. Заявки принимаются до 30 мая на электронную почту Общественно-Координационного совета по ЖКХ. Итоги будут подведены в июне. Омлет, какао и апельсин. Вкусный и полезный завтрак – залог успешного дня. Все это учитывают при составлении меню в школьной столовой. На вкус и цвет, а главное – на качество. Проверили питание учеников школы номер 6. До Выборга доехал ленинградский ревизоро. Так называется акция, которую организовал Комитет общего и профессионального образования региона. Заявку на проверку подают родители. В эту школу комиссия приехала без предупреждения, по обращению мамы одного из учеников младших классов. Суть его состояла в том, что еда детям иногда подается остывшей. Проверку начали с мест соблюдения гигиены. Представители сферы образования вместе с группой родителей ознакомились с графиком уборки, изучили меню. Оценили состояние помещения, посуды, проверили наличие столовых приборов, проконтролировали соблюдение чистоты на кухне и размещение продуктов в холодильнике. Посуды достаточно, маркировка везде, все соответствует хранению. Помощник уполномоченного по правам ребенка по Выборгскому району Ирина Агеева считает, что на столах не хватает салфетниц. Теперь этот предмет внесен в план закупок. Чтобы горячее блюдо оставалось таковым как можно дольше, предложено использовать супницу и разливать суп по тарелкам непосредственно перед приемом пищи. Оценить вкусовые качества блюд проверяющие смогли за обедом. Мы выявили, что в принципе школьная столовая к приему детей начальных классов готова. Попробовали меню, предлагаемое в данный день. В принципе вкусовые качества, всех удовлетворили, все очень вкусно. В частности, соблюдение антиковидных мер нарушений не выявлено. Прием пищи организован по графику с разделением потоков учеников разных классов. Всего работу школьной столовой оценивали по 15 параметрам. Своё мнение проверяющие отразили в чек-листах. По всем пунктам только положительные отметки. Мне понравилась школа, понравилась столовая, чистая. Достаточно столовых приборов, красивая, хорошая посуда. По состоянию школьного питания всё соответствует тому, что должно быть в столовой. Сегодня была в меню рыбная котлета. Не все едят рыбу. Замечательный компот из персиков. И почему-то даже компот не пьют. Это специфика детского организма. Кто-то что-то ест, что-то не ест. А вообще они все кричат – очень вкусно, очень здорово. По итогам проведенной проверки члены комиссии, учитывая мнение родителей, оформят предложения по улучшению качества обслуживания и составят рекомендации. Как они будут соблюдаться, проконтролирует районный комитет образования. Виктория Иванова, Валерий Пресежнюк, медиагруппа «Наш город». Все мы разные, но права у нас равные. Национальный чемпионат Обилимпикс – это не только соревнования по профессиям для людей с инвалидностью, но и современная профориентационная площадка. Одна из основных задач конкурса – это расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоение новых видов профессиональной деятельности. Об этом приветствую участников говорил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В выборском филиале ЛГУ имени Пушкина традиционно проводятся соревнования по компетенциям «Дошкольное воспитание» и «Социальная работа». Для каждой из них определены две категории – студенты и специалисты. Сам по себе чемпионат, он с каждым годом вносит такие дополнения, потому что раз изменяется география, она становится шире среди участников сегодня. Есть представители из Луги, есть из Подпорожья, из Кингисепа. Поэтому для нас это очень важно, определенное соперничество, сравнение, уровень подготовленности конкурсантов. Осторожно, чтобы не потревожить конкурсантов, мы заглядываем в аудиторию. Здесь детский физиотерапевт Юлия Емельянова при помощи прозрачного мольберта проводит тренинг по развитию речи. В роли воспитанника – волонтер. Ой, замечательно, давай нарисую грушу. А у меня, смотри, у меня замечательный такой вот штемп. Я сейчас быстро нарисую, что это у нас получится. Ну-ка посмотри-ка, что это у нас получается, на что похоже. На самом деле очень интересно участие в тем, что… Ну, это соревнование. Вот, и это, ну, действительно, как захватывает, наверное, и появляется какой-то, как сказать, азарт. Ты понимаешь, что ты имеешь дело с растущим поколением, и поэтому, конечно, хочется как-то активно принимать в этом участие, чтобы, ну, свои навыки, может быть, совершенствовать. А у студентки Алены Хамонин другое задание. Она рассказывает своему наставнику, как будет проводить урок по конструированию. Ну, а наставник в ходе работы старается подбодрить участника чемпионата, снизить волнение. Всегда, когда мы тренируемся, репетируем, со стороны оно, конечно, виднее. Где ошибки, что подправить, как сделать лучше. Поэтому это всегда команды, эксперты, участник. Естественно, у каждого есть свое мнение. Кто-то предложит одну идею, кто-то другую, и так получается полностью занятие. А это уже подводит итоги комиссия экспертов по направлению социальная работа. Поздравить участников и победителей пришли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Макаров и Олег Петров. Они пожелали участникам чемпионата дойти до всероссийского уровня. Есть примеров нашего города. Люди с ограниченными возможностями. У нас наш почетный житель города, двукратный полицейский чемпион Леша Тумаков. Это пример того, что нет ничего невозможного. Заслужил мастер спорта, поэтому идите к своей цели, верьте. Олег Петров также отметил, что победитель в чемпионате Обилимпикс каждый, потому что, несмотря ни на что, стремится быть нужным обществу. И Ленинградская область это стремление поддерживает. Наталья Березовская, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». С приходом весны увеличилось количество жалоб выборжцев на торговые точки, расположенные в многоквартирных домах и реализующие алкогольную продукцию. Нередки случаи, когда посетители таких магазинов беспокоят местных жителей шумным распитием спиртного. Специалисты районной администрации проводят мониторинг подобных объектов и напоминают их сотрудникам о необходимости соблюдения областного закона об административных правонарушениях. В связи с участившимися жалобами на работу предприятий общественного питания, находящихся в многоквартирных домах и в том числе реализующих алкогольную продукцию, администрация проводит сегодня мониторинг по предприятиям общественного питания. По результатам мониторинга, результат вернее мониторинга будут направлены в компетентные органы для отдачи правовой оценки. Отметим, за нарушение тишины и покоя граждан вперед с 11 вечера и до 7 часов утра в будни, и с 10 вечера до 10 утра в выходные и праздничные дни, организации, торгующие алкоголем в многоквартирных домах, понесут ответственность. Так, административный штраф для должностных лиц составит от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических – от 10 до 15 тысяч рублей. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей. С 1 по 30 апреля на стационарном посту военной автомобильной инспекции в поселке Каменка проводится профилактическая акция за безопасность дорожного движения. В центре внимания – автомобили с черными номерами. Соблюдение ПДД обязательно не только для гражданских лиц, но и, конечно, для военнослужащих. За этим строго следит как командование частей, так и сотрудники ВАИ. В целом, у военной автоинспекции задачи те же, что и у ГИБДД, только применительно к тем, кто в погонах. В прошлом году, за 2020 год, благодаря совместной работе нашей с командирами частей, именно за район ответственности нашей 13-й ВАИ, это Выборгский, Приозерский район, дороже транспортных происшествий с участием транспортных средств, принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации, не было допущено. Акция эта профилактическая. Проводится она ежегодно в целях снижения уровня аварий с участием автотранспорта военного назначения. Каждую машину тщательно проверяют, напоминают водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, попутно выясняя цель поездки. Не секрет, что для управления военным транспортом нужны особые навыки. Как правило, это большегрузная и специализированная техника, требующая от водителя максимального внимания и концентрации на дороге. К слову, профилактическая работа с личным составом в Выборгском гарнизоне – дело привычное. Знакомство с основами безопасности на дорогах является неотъемлемой частью службы. На данных занятиях безопасности дорожного движения, которые проводим по понедельникам, принимают участие все военнослужащие части, а также гражданский персонал. Доводятся основные положения по безопасности дорожного движения, яркие примеры, чтобы не допустить того, что произошло в других гарнизонах, соединениях и воинских частях. В распоряжении военных в Каменке внушительный автопарк – несколько десятков автомобилей. По словам сотрудников ВАИ, чем больше порядка на дорогах, тем лучше для всех участников движения. Ведь быть в безопасности в пути хочет каждый. Татьяна Анкудович, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Некоторые, чтобы взбодриться с утра, заваривают себе чашку кофе. А эти люди пробуждаются с помощью активной зарядки с фитнес-тренером. Так в Выборге начался открытый фестиваль молодых семей «Союз сердец согретых счастьем». Никаких чрезмерных нагрузок, только простые упражнения для разогрева мышц. Теперь они готовы покорить любую вершину. Объединяющее, позитивное, хорошее, воскресное мероприятие. Потому что семья – это базовая основа нашего общества, фундамент, на который строится все, что есть у нас в стране, в нашем городе в том числе. Семейный фестиваль организовала районная администрация совместно с Домом молодежи, спортивным комплексом «Фаворит» и клубом молодой семьи «Ясень». Для участников подготовили множество интерактивных площадок, на которых можно заработать баллы и потом потратить их на ярмарки подарков. Задания самые разнообразные – ответить на интеллектуальные вопросы, показать эскизы семейного герба и даже продемонстрировать свои кулинарные способности. На площадке экспериментальная кухня. Каждой семье необходимо приукрасить блюдо из предложенных заготовок и презентовать его. Пока родители проходят одни испытания, дети уже готовятся к следующим. Ну и мы времени зря не теряли. Мананиковы о фестивале узнали в клубе молодой семьи «Ясень» и, не раздумывая, отправили заявку на участие. Мы команда «Просто класс» – это «Раз». Мы порадуем всех вас – это «Раз». Мы все время впереди – это «Раз». Программа очень обширная, очень много призов, поэтому как можно не поучаствовать, тем более в воскресенье, выходной день. К сожалению, папа наш сегодня не смог, его отправили в командировку, очень хотели все вместе, но даже в таком составе мы сегодня здесь. В полном составе удалось поучаствовать в фестивале семьи Ивановых. Они ведут активный образ жизни, любят лес, рыбалку, походы и путешествия. Могут с легкостью разжечь костер без спичек. Поэтому креативно-спортивная эстафета не стала для них трудным испытанием. Отлично, молодцы, молодцы. Нам очень понравилось, что здесь много воздуха, семей не слишком много, поэтому проходить конкурсы комфортно. Занимают младшего ребенка, мы проходим разные площадки. Много уже что прошли, понравилось, очень интересно. Мне понравилось рисовать. Параллельно с основными площадками действовали дополнительные. К примеру, для детей подготовили анимационную программу. Работала выставка экспонатов, созданных в мастерской Центра молодежного инновационного творчества. Цель фестиваля, конечно, не выявить победителя, а сделать так, чтобы каждый получил удовольствие от процесса, познакомился с новыми людьми и осознал неприходящую ценность семейного счастья. Галина Давыдова, Кирилл Воженин, Медиагруппа «Наш город». На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город. Новости по-выборски» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!